Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую атомную электростанцию, заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New Statement. Российские оккупанты заминировали пруд-охладитель и перебросили автомобили, нагруженные взрывчаткой, к четырем из шести энергоблоков ЗС. Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас, подчеркнул глава украинской разведки. Если возникнет намерение у россиян что-то сделать плохое, взорвать то, что они заминировали, то изнутри станции они могут наделать много вреда. Если у россиян есть такое намерение, в принципе, они показали, что у них опасное намерение есть, и они это показали подрывом Новокаховской ГЭС, что у них есть такие намерения создания экологического вреда. Я думаю, главная их цель – просто создать регистрируемый выход радиации. Второй сценарий, который, мне кажется, они могли бы реализовать, это загрязнить станцию радиоактивно так, чтобы ее нельзя было запустить какое-то время после деоккупации, чтобы она не могла работать. Москва может устроить теракт на Запорожской атомной электростанции из-за поражения российских оккупационных войск на левом берегу Днепра, считает Кирилл Буданов. Но Кремль может действовать и превентивно, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и заморозить линию фронта. Таким образом, они планируют остановить наступление наших войск в запорожском направлении, если там будет экологическая катастрофа, радиоактивное заражение местности. Понятно, что какое-то время там точно находиться будет невозможно. Однако расчет российского командования может не оправдаться, считают эксперты Института изучения войны. По их мнению, подрыв на ЗС потенциально может нанести больше ущерб российским силам на южном берегу Каховского водохранилища, чем украинской армии. Еще один масштабный теракт, который может реализовать Россия, чтобы остановить продвижение вооруженных сил Украины – подрыв химического завода «Крымский титан» в Армянске. Три основных сценария изучает Главное управление разведки Украины, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире марафона «Едыни новыны». Это может быть демонстративный шантаж, вывод из строя предприятия на случай бегства российских войск и полномасштабный теракт. Мы можем представлять, что это было. Где-то после того, как прекратилась работа Крымского канала, через пару лет была засуха в Северном Крыму и была ситуация, когда ветер разносил высохшие озера, там, где были хвостохранилища экологически опасных веществ. Что-то такое они сделать могут, опять же, чтобы это было регистрируемо, чтобы была картинка. Последствия непредсказуемы, потому что эти облака опасных веществ могут донести не только до Джанкоя, но не исключено, что донесет и до Севастополя, а там все-таки все еще стоят части российского флота. Российские оккупанты уже проверили систему оповещения на случай аварии на заводе. Об этом сообщили в партизанском движении «Атэш». Подрыв крымского титана может привести к катастрофе, сравнимой с последствиями подрыва Каховской ГЭС, говорят эксперты. Но ни шантаж, ни террор России не остановит контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. «Но имейте в виду, что нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей Украины от этих террористов. Мы обязательно освободим нашу страну, включая Крым. Сейчас будут такие решающие месяц, два, три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов». Алексей Данилов, секретарь СНБУ Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Юлия Грановская для телеканала «Фридом».